Не порадовал победы и хоккейный клуб «Старт». Нижегородцы после перерыва в чемпионате Российской Суперлиги вышли на Красногорский лед, где встретились с соседом по турнирной таблице – Зорким. Первый гол ворота гостей влетел уже на третьей минуте встречи. Вячеслав Вдовенко, как нож сквозь масло, прошел всю оборону старта и завершил свой спурт точным ударом в дальнюю девятку. Нижегородцы в середине первого тайма перехватили игровую инициативу, но нашим нападающим не хватало точности. А уж если попадали в створ, Зоркий выручал вратарь. А вот Александр Евтин оказался бессилен против удара Петра Захарова с 12-метровой отметки на 34-й минуте. Стартовцы стерли свой ноль с красногорского табло за несколько секунд до перерыва. Здесь при исполнении углового отличился Алексей Киселев. Во втором тайме казалось, что гости вырвут победу в этом матче, но многочисленные моменты так и не ознаменовались голами. Зато первая же атака Зоркого после 20 минут игры привела к стандарту, и Петр Захаров оформил дубль. Этот гол стал переломным. Пропустив при игровом преимуществе, старт, как говорится, сломался и с разницей в 4 минуты пропустил еще два мяча. И гол Антона Рычагова под занавес матча уже ничего не решал. С такой реализацией очень сложно на что-то рассчитывать. В любом случае, это спорт, это хоккей, и пробить только угловых, это же все равно усилие команды. То есть, и плюс много недоигранных моментов. Мы очень недовольны игроками нападения в этой игре, очень недовольны. Столько недоиграть моментов, так бездарно их транжирить, но это непозволительно. Матчем против Зоркого нижегородцы дали старт выездной серии по маршруту Красногорск-Ульяновск-Казань. И если в Красногорске произошла осечка, то уж в играх против аутсайдеров чемпионата Волги-Динамо-Казани очки брать надо. Но с такой игрой, которая демонстрирует старт, в это верится все меньше. Григорий Ожигин, Объективный спорт, ННТВ.